Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров 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 А.Кулакова Выберет два лучших вопроса. Два самых интересных, содержательных, показавшихся ему самыми, может быть, дельными. И авторов этих вопросов мы наградим призами. Замечательными футболками форума «Ученые против мифов». Вот вроде той футболки, которая сейчас на мне. И я хочу назвать авторов-победителей лучших вопросов, которые выиграли футболки на двух предыдущих эфирах. Значит, эфир, который у нас проводил зоолог Иван Затевахин. Футболки получают два следующих наших дорогих зрителя. Это Татьяна Маслова, спросившая, насколько реально описано поведение кошек в таком классическом рассказе, как Королевская Анна Ластанка, или Анна Ластанка, ну, очень важно, Сетана Томпсона. И наш постоянный зритель, доктор Галлоперидолум, которая спросила, то есть правильно ли поняла, что саблезубы – это не один класс, это совершенно разные группы животных, не только кошек, у которых параллельно развивались длинные зубы. И второй стрим, который проводил антрополог Станислав Дробышевский, и также выбрал авторов двух вопросов. Первый автор – это Евгений Сейбл-Носорог. Вопрос про важность ресурса женщины. И наш постоянный зритель, еще один румяный пирожок, который спросил, а находились ли декорированные рисунками жилища. Вот я назвал четырех человек. Пожалуйста, сейчас мои контакты появятся в чате, напишите мне, и я сообщу вам, как получить ваши драгоценные футболки. А теперь я предлагаю перейти к вопросам. У нас некоторое количество вопросов уже есть, и мы будем их, как это принято, записывать. А уважаемого Юрия, попросим отвечать. И первый вопрос от Сергея Рожнова. И он спрашивает. Иго и нашествие – не синонимы? Нашествие, подчинение, дань были, и термины понятны. А что такое Иго? Непонятно. Это оккупация? Очень такой любопытный вопрос. И самое главное, что он очень правильный. Правильный вопрос, потому что действительно нашествие Иго – это разные вещи. Мы, вот, ученые против мифов 6, в общем-то, говорили много об мифотворчестве в отношении Иго, но это мифотворчество часто связано и часто мы сбивались на то самое нашествие. А было ли нашествие, было ли Иго? То есть в центре внимания у нас всегда Иго, а говорим мы в основном о нашествии. Действительно, это совершенно правильно сформулированный вопрос о том, что нашествие и Иго – разные явления. И с нашествием действительно все понятно. военные силы проходят по соседям или не соседям, разоряют, и там идут какие-то последствия. А вот что такое Иго? Иго стало загадочным термином, потому что оно содержательно много насыщено. Почему? Потому что, когда люди начинают размышлять об этом периоде, периоде после нашествия Батыя, которое вроде как у нас длилось до конца 15 века, там тоже вопрос, когда отменять Иго, вот этот период, он 240 лет числится, может быть даже 250. И, естественно, за этот период наполненность, насыщение этого времени было совершенно разным. И вот этот вот термин оказывается такой размытый, расплывчатый. И, собственно, на рубеже 20-21 века возник вопрос о правоприменимости этого термина. И, как бы, заключительная часть вопроса, что же это оккупация, в том-то и проблема, что монголо-татары, или, наверное, все-таки корректнее говорить ордынцы, тут сразу хочу пояснить, что нашествие было монголо-татарским, ну, в крайнем случае монгольским, об этом тоже, может быть, еще придется сегодня поговорить, а вот Иго было уже ордынским, потому что период владычества Орды, Орда, она не совсем монгольская. Ну, это тоже более такой широкий вопрос. Так вот, нашествие у нас монголо-татарское, а Иго ордынское. Ну, вот Иго, это действительно не оккупация, как прозвучало в вопросе, потому что фактически контингентов военных на территории Руси не было, не только Руси, там Армении, Болгарии, территории, которые можно сравнивать с Руссией по статусу. Вот контингентов не было, не было оккупации. Можно попробовать подыскать иные термины, что я, в общем, пытался сделать. У меня не получилось. Назвать этот период каким-то вот, как, например, для европейской части, вассальная зависимость. Вот не соответствуют отношения русских князей с ордынскими ханами четко в ассальном отношении. Протекторатом это тоже не назовешь. Иными какими-то терминами, которые соответствовали бы тем отношениям, которые сложились, не получается назвать. То есть придумали ученые, когда столкнулись с этим периодом, специальный термин для этого периода. Этот период стал дозреваться Игом. Что же такое Иг? В двух словах, это система зависимости русских княжеств от Орды и Монгольской империи, или Монгольской империи и Орды в хронологической последовательности. И у этого периода есть некие отличительные черты. В частности, три основных формы зависимости, формы подданства, формы неравноправия отношений выделяют. Это, собственно, о чем говорилось в вопросе налоговая повинность, выплата дани, обязательной ежегодной дани. Судя по всему, это был 10% подоходный налог. Это участие в военных мероприятиях Орды, то есть дань кровью, участие в войнах в интересах ханов, иногда и не только ханов. Ну и такой вот яркий признак вот этой зависимости, это личная явка ко двору хана для получения ярлыка на свои владения. Лицензия, зеленка на свои владения. И это посещение, а, должно было быть обязательным, б, оно должно было быть достаточно регулярным, ежегодным. Если сам не мог приехать правитель, он должен был послать уполномоченное лицо, как правило, родственника. В, это сопровождалось преклонением колен. Естественно, до того, как допустить к хану до преклонения колен, человек должен был сдать оружие, пройти там очистительные огни и так далее. То есть признаки подвластности, которые среди многих терминов латинского югум, от которого происходит иго, признаки подвластности, покоренности, они вписываются в это определение одной из значений и вполне приемлемо для данного периода. И вот, завершая ответ на этот вопрос, хотелось бы вернуться к тому, что период был достаточно длинный. И, естественно, внутри этого периода тоже можно выделить различные части, куски, временные отрезки, когда разные были формы контроля над русскими князьями, и, соответственно, степень зависимости была разная. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Спасибо большое. И Кайман 4 задает серьезный такой вопрос. Первое. На Руси находят франкские мечи, но никто не говорит о франкской оккупации. Второе. В Скандинавии, да они, Англии находят клады с арабскими монетами, но никто не говорит об арабском иге. А ведь, согласно вашей логике, это должно быть так. Может, попробуйте объяснить, почему так? Опять же, да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Во-первых, вопросы выдают возможность умения людей думать, размышлять, находить логические несоответствия. И правда состоит действительно в том, что просто нахождение предметов еще ничего не говорит, ничего не доказывает. И даже нахождение монет нам показывает только, может показать движение, поток товаров. Товары обмениваются на эквивалент обмены денежной единицы. Это денежная единица каким-то образом. Выпадают вклады, потери и так далее, и так далее. Казна и прочее, и их там можно находить в каких-то территориях. Естественно, что торговцев сопровождают, ну или военные отряды сопровождают лица. Опять же, эти предметы можно просто купить и так далее, и так далее. Просто нахождение тех или иных предметов ничего не доказывает. С монетами вот здесь более интересная деталь. Дело в том, что на монетах чеканится имя правообладателя проведения миссии. Как правило, это глава государства, либо само государство. То есть, если мы сейчас возьмем наши монеты, на них на обратной стороне, в отличие от номинала, написано, что чеканен он в Российской Федерации. То есть, прямое хождение они имеют на территории Российской Федерации, где распространяется суверенитет Российской Федерации. Так было всегда. Только на монетах чеканили имя главы государства. Хана. Завоевание той или иной территории требовало, либо лица лишались права чекана монеты, и ходила монета четко с именем верховного правителя, либо вот есть такие варианты, на Руси в конце 14 века дозволили чеканить монету, и одним из первых монет чеканил Дмитрий Донской. И на аверсе было чеканено имя князя Дмитрия Московского, великий князь Дмитрий, а на реверсе было чеканено имя хана Тахтамыша. Причем вот эта ситуация тоже любопытная, это было написано четко хан Тахтамыш, это читаемая арабская надпись на русских монетах. Так вот, на минуточку. Параллельно тот же известный нам по событиям Куликовской битвы Олег Рязанский тоже чеканил монету, но чеканил он ее с нечитаемым подражанием. То есть, он демонстрировал окружающим, правителям в том числе, что он чеканит монету с разрешения, и он подданный хана, но такого разрешения он не получил, в отличие от Дмитрия Донского. Ну, там в конце 14 века была непростая ситуация с калейдоскопом ханов, но сам по себе факт того, что в тех или иных районах Монгольской империи, Ордынского государства, тоже империя, но в меньшей части, чеканница не просто имеет хождение, не просто находятся клады, а чеканница монета с именем Верховного правителя, соответствующего Верховного правителя, это четко свидетельствует о суверенитете этого Верховного правителя над этой территорией. Ну и, конечно, сами по себе мечи, кувшины, монеты, пояса, надписи на арабском, на уйгурице, на русском, предметы, одежды, они ничего сами по себе по отдельности не доказывают. А вот в комплексе, когда они лежат в едином могильнике, например, или в описи русских князей, цесаревский пояс встречается, цесарем называли либо Византийского императора, либо Ордынского хана. Византийские императоры не дарили пояса, а Ордынские ханы дарили, соответственно, по всей видимости, это ханский пояс. Или шапка Мономаха у нас иранского, по всей видимости, происхождения, выполнена основа в стиле иранской культуры 1-3-14 века, а в 1-3-14 веке в Иране господствовала монгольская династия Хулугуидов. По всей видимости, шапка попала к ханскому двору и была пожалована московскому князю, по всей видимости, Ивану Калите, который, собственно, ее увенчал крестом. Так вот, в комплексе все вещи могут свидетельствовать о той или иной степени зависимости. Спасибо. Следующий вопрос задает Владимир Лазарев. И вопрос звучит так. Монголы три года шли в западный поход. Из Монголии до Рязани, ну пусть 6 тысяч километров. Два месяца непрерывного хода, пешком. Шесть месяцев с соблюдением ГЗОТ. Год, если половину времени брать отпуск за свой счет. Откуда три года? Ну, тоже интересные расчеты, размышления. Они очень любопытные. И самое главное, что они действительно подмечают некоторые тонкости. Вообще, наука начинается с сомнения. А сомнения возникают, когда мы какие-то несоответствия находим. Но вот здесь сразу посыл, любопытный посыл. С одной стороны, я надеюсь, что отсылка к ГЗОТу это все-таки шутка. Но такой посыл из 21 века, который выдает вообще в большинстве случаев мы мыслим категориями современности. Когда у нас летают самолеты, и вот по интернету мы можем связаться и увидеть друг друга. В 13 веке действительно все было по-другому. Выдает во многих слушателях, читателей, читателях и даже мыслящих людей, выдают такую описанную схему отсутствия историчности сознания, описанную в стихотворении Фазилии Искандера, когда мальчик мечтает о том, чтобы Спартаку достался пулемет. Вот интересно было бы, если бы на флангах на Куликовом поле Дмитрий Донской поставил пулеметы перед вторым полком противопехотной мины. Но тем не менее, сами по себе расчеты, наверное, справедливы. Но автор вопроса почему-то забывает еще одну деталь. Господа монголы, монголы-татары, не просто шли не торопясь, они шли к Рязани с боями. Вообще, мы как-то со времен школьной программы, программы еще дореволюционной и советской, полагаем, что вожделенной мечтой монгол-татарских захватчиков был Киев и Новгород. Они только и мечтали, как их разорить. Вообще-то, с 1222 года по 1242 год, 20 лет, монголы воюют с половцами. Война с половцами заканчивается в Венгрии, куда они откочевали. И, собственно, вот с 1223 года, с момента первой стычки накалки, до 1236 года, когда Булгария была захвачена, монголы воюют с коалицией кочевых и оседлых народов, ядром которых являются половцы, башкиры им помогают, и Булгария тоже внесла свою лепту. И вот, собственно, не три года они идут до Рязани, а это 33. Ну, 13 лет, 23 года, в зависимости от того, какую дату считать последним. Они просто идут с боями. Спасибо, спасибо. Интересные вопросы и интересные ответы. Павел Гришаев поддерживает наш стрим, спасибо вам, Павел, и спрашивает, а что значит татары? Почему говорят именно о монголо-татарах, а не просто о монголах? Это тоже такая сложная историографическая проблема, которая будоражит умы в 20 веке уже многих, и исследователей, и читателей. Собственно, схема выглядит в общих чертах следующим образом. Татары, это было одно из монголо-язычных крупных племен в конце 12 века, оно претендовало на роль лидеров и объединителей в Монголии параллельно с монгольским же племенем Таджиутов. К Таджиутам принадлежал Чингисхан, к роду Барджигин. И, собственно, татары встретили в степи отца Чингисхана. И по степной традиции гостеприимства они друг друга накормили Ясугей, отец Чингисхана, и татары, которые его встретили. Прошу прощения. Когда Ясугей прибыл в свой стан, он за ним мог и умер. Сложно сказать, какой там бродил коронавирус, который его свалил, или действительно татары приложили к этому руку, но вот так совпало. И в этой связи род Барджигин и, собственно, сам Тимуджин очень не любили татар. И когда, собственно, их победили, то по источникам племя было вырезано, все были вырезаны, кроме женщин, все, кто выше оси монгольской арбы. А это примерно рост 9-летнего мальчика. И считается, что племя татар перестало существовать. Отсюда возникает, собственно, вопрос. А что же за татары такие в Европу пришли, если их Чингисхан вырезал? Но при внимательном рассмотрении, во-первых, выясняется, что вот эти мальчики, которые были до 9-летнего возраста, они, собственно, служили потом Чингизидам. Во-вторых, не все татары были вырезаны. Многие представители ответвлений татарских, алчи татары, например, перешли на службу к Чингисхану до того, как он начал их вырезать. Ну и опять же, женское население. Татар было роздано в жены Нукером и Найоном, и тоже сохранило свое имя. Их дети сохранили свое имя вот среди подданных победивших Тэджиутов. Победившие Тэджиуты, элита Чингисхана, так скажем, собравшаяся вокруг Чингисхана, она стала называть себя вот этим собирательным, скорее, политонимом монголы. А их подданные стали именоваться в большинстве с собой татарами. То есть в Европу, в Азию приходили вооруженные отряды татар, а договариваться приходилось уже с элитой, с монголами. Так вот появилось такое, уже в средние века появилось такое смешение, как монголы-татары, татары-монголы, хотя употреблялось оно нечасто. Собственно, это конструкция ученых 19 века, которые попытались вот эту ситуацию как-то объяснить. При этом мы знаем, что монголы рекрутировали в свою армию мужчин завоеванных земель и бросали их в далекие страны. Этим, кстати, объясняется их довольно жесткое отношение к отступающим войскам. Если бежит один из десятков, вырезают десяток. Но если китайцев бросили на стены Рязани и один из них побежал, вырезать китайцев для устрашения монголам не очень жалко. И, соответственно, в какой-нибудь Венгрии приходит десяток, в который входит один китаец, один башкир, плавчанин, булгарин, русский, армянин и так далее. Но при этом они возвращаются, когда на Волгу, это такой вот коллектив военный, военное братство, когда они друг друга прикрывали спину, потому что китайцу, плавчанину, башкиру, булгарину бежать в Венгрии, в общем-то, некуда. Там его просто зарежут, как монгола. Да и русскому в Венгрии далеко не убежит. Поэтому он приходил, а если они побегут с полю боя, их монголы вылезают. Поэтому приходилось прикрывать спины друг друга и, вернувшись на берега Волги, они, в общем-то, были уже татары, хотя этнически они были разношерстный, такой разношерстный кангломерат. Ну, вообще, если быть точнее, назывались они татары, были-то они уже ордынцами, потому что подчинялись они и были подданными ордынского хана. Спасибо. Следующий вопрос от Михаила. И он спрашивает, спасибо за поддержку, Михаил. Самый простой и неопровержимый аргумент факта, доказывающий существование иго и нашествия? Какой? Ну, собственно, это сложный вопрос, потому что что мы будем считать неопровержимым фактом? Дело в том, что и в лекции на ученых против мифов я говорил, вообще ученые-историки, они работают с тем, что было. А альтернативщики обычно предлагают обсуждать то, чего не было или не могло быть. Такое ключевое методологическое отличие. С точки зрения науки и истории, о нашествии и об Иде написали независимые друг от друга китайские, персидские, арабские, армянские, венгерские, польские, русские авторы. Ну, и если мы можем предположить, что было взаимоотношение между поляками и армянами, христианами, в принципе, и русскими, то как с китайскими иероглифами могли познакомиться русские или польские авторы, тут сложный вопрос. То есть, пишут они это все разными словами. То есть, независимые свидетели говорят о том, что и нашествие, и завоевание, и иго было в тех или иных формах. И не совпадая дословно, они выдают независимость источников, происхождение источников. Я, когда читаю лекции по источниковедению и говорю, что независимые источники совпадают в деталях, но не совпадают дословно, я подвожу такой пример, что если я захочу выявить, кто не был на лекциях, я дам распоряжение сдать лекции и быстро выясню, кто писал лекцию сам, а кто писал лекцию не сам. Потому что тот, кто спишет лекцию, он не будет задумываться о перестановке слов, он спишет ее дословно. И дословно совпадающие тексты выдают зависимость. Вот синхронные XIII века тексты различного происхождения на разных языках не совпадают дословно. И в этом плане они подтверждают друг друга, и, соответственно, любое из этих свидетельств является неопровержимым доказательством того, что было явление, и были процессы, которые где-то они сходные, где-то они различались, но мы можем их сравнивать и тоже реконструировать события явления. Конечно, есть довольно большая проблема для средневековья, вообще для русского средневековья, в частности, это скудность источников. Но, к сожалению, они дошли до нас далеко не в полном объеме. Это частно обрывочная информация, и она вот по крупицам создает картину такую общую. Ну и очень любопытным, конечно, источником и достаточно доказательным всегда считался с момента открытия – это берестинные грамоты, в которой есть независимые от летописи и упоминания о Туске. Это Туске – это плата на содержание послов и войск. Это монгольский термин, который очень любопытно фиксируется в персидских источниках и в русских источниках, в узкий промежуток 1240-1250-х годов, то есть 20 лет. Это очень редкое явление, когда мы бытование термина можем в 20 лет для Средневековья поместить. И в этом плане берестинные грамоты нам дают подтверждение. Спасибо. Спасибо. Наш постоянный зритель «Пирожок с ковидлом» задает вопрос. И вопрос из области антропологии. Могли ли татары со времен Иго поменять расу? Современные татары – европеоиды. Но не было ли так, что кочевники, захватывающие Русь, были монголоидами, а европеоидные черты получили в последующих браках? Ну, собственно, в вопросе содержится ответ. Собственно, так оно и было. Я повторюсь, да, узкий слой элиты, которые называли себя монголы, они начали управлять огромной территорией евразийских степей. И если у нас в источниках называлась Орда в исследовательской научной и научно-популярной литературе и художественной называется «Золотая Орда», это пространство от Дуная до Иртыша. Этим огромным пространством управлял род Джучи, его нукеры на Йоны. Их было не очень много. Персидский автор Рашид Аддин пишет, что Джучи выделил Чингисхан 4 тысячи воинов, семьями, конечно. И управлять довольно большим количеством людей, по всей видимости, эти 4 тысячи были монголоидами. И то тоже вопрос не бесспорный, но в большей степени, скорее всего, так он и был. Дело в том, что в империи Чингисхана, особенно в эпоху завоеваний, были, как бы сейчас сказали, хорошо развиты социальные лифты. Любой простой воин, неважно какой национальности и расы, мог дослужиться до Одной Йоны. Ну, ханом он стать не мог, потому что не был чингизидом, а вот Миклориберком, то есть премьер-министром, грубо говоря, он стать вполне мог. Поэтому сказать, что в окружении Батея не было не монголоидов, сложно, но, скорее всего, первые поколения все-таки это монголоиды. Но становление любой, в начале государственности при разложении первобытно-общинного строя в кочевом обществе, особенно очень важны отношения родства и свойства. Поэтому, завоевав то или иное государство, племя, монгольские правители предпочитали брать в жены представителей этого племени, как правило, тоже из элиты. То есть, грубо говоря, принцессу, княжну берут в жены, папочку зарезали, братьев поубивали, ее взяли в плен и берет ее в хан в жены. Тем самым он вступает в родство со всем племенем, со всем государством. И, учитывая, что у кочевников вообще монголов, в частности, было принято многоженство, таких жен было много, от них было много детей. И эти дети в первую очередь говорили, конечно, на языке матери, во вторую очередь на языке отца, но при этом это все-таки были уже представители монгольской элиты ордынской, если брать 14 век. Почему я настаиваю на том, что все-таки где-то со второй уже половины 13 века, и тем более в 14 веке, надо говорить про ордынскую, без этнического употребления. Дело в том, что арабские авторы вопрос подтверждают, так его описывают, арабские авторы пишут о том, что земля держала победу над завоевателем, и сначала они были монголами, говорили по-монгольски, а теперь они тюрки, и из чего делается вывод, что основная масса населения орды были покоренные кипчаки, и стали они говорить, все представители на тюркском языке, скорее всего, кипчакском, но я повторюсь, и Булгария тюркская, и башкиры имели большой тюркский элемент, и было много тюркских племен на Евразийской степи, которые стали основой ордынского государства. Все они были подданными хана-орды, и все-таки корректнее их называть ордынцами. И генетически, антропологически тоже произошло изменение, и несколько отличаются, если мы посмотрим, крымские татары антропологически от татар поволжских, хотя и сходство есть, но есть различия. Астраханские татары тоже есть довольно аргументированное мнение, что астраханские татары, они в большей степени как раз сохранили антропологические черты, особенно черты лица, именно половцев. Мы можем предполагать, что волжской Булгарии это потомки Булгарии, их антропологический тип у них отразился, и так далее, и так далее. Опять же, левое крыло Орды, Джучу-Улуса, это Северная, Средней Азии и Казахские степени, и казахи, собственно, осколки Золотой Орды, казахи носят более моргалоидные черты, чем, допустим, те же крымские татары. Поэтому антропологическое смешение, оно, конечно, присутствовало, и, конечно, отразилось в том числе на внешнем облике ханов Орды, несомненно. Спасибо. Хочу сказать, что у нас уже в очереди несколько десятков вопросов, и мы совершенно явно не успеем на них ответить, поэтому, с одной стороны, призываю Юрия, если на какие-то из вопросов можно ответить лаконично, понятно, что там часть вопросов каждый тянет на отдельную лекцию или даже курс. А наших дорогих зрителей призываю тоже задавать лаконичные вопросы по теме сегодняшнего нашего мероприятия, потому что я зачитаю вопрос от Александра М., который поддерживает стрим, за что ему большое спасибо, но вопрос его так слегка шире или в сторону от темы Игорь, и поэтому я вот попрошу полноценно на него не отвечать. Правда ли, что термин «московская Киевская Русь» придумал Карамзин, сочинив новую имперскую историю для Романовых, а до того Русь была одна со столицей в Киеве, тогда как Россия была Московией. Как в этом плане связаны Киев и Москва? Ох, да. Ну, собственно, сначала небольшой комментарий про то, что приходится довольно подробно рассказывать, отвечать на те или иные вопросы. Это как раз связано с тем, что источники обрывочны и, собирая по крупицам, чтобы убедить в первую очередь себя и всех слушателей, приходится вот все эти крупицы как-то рассматривать. Касаясь непосредственного вопроса, первое, что четко, явно и справедливо в вопросе, это то, что Николай Михайлович Карамзин придумал новую имперскую историю для Романовых, но в частности для Александра Первого. Это несомненно. Но до него придумывали такую, другую имперскую историю, придумывала, например, Екатерина Вторая. Мы почему-то не знаем, как-то об этом, наверное, в советское время умалчивалось, Екатерина Вторая, немка по происхождению, написала русскую историю, написала для своих внуков, написала русскую историю на русском языке, чтобы воспитывать своих внуков, как управлять Россией. Это тоже имперская история, и она тоже была написана, и она писалась, естественно, параллельно, например, с Татищевым, который тоже писал явно имперскую историю. Но была, допустим, история доимперская, хотя можно считать царство не империи, то тоже концепты эпохи Ивана Грозного, там исторические параллели тоже всегда присутствуют, они тоже были, и история в той или иной мере существовала, существовала она, конечно, не в том виде, как мы привыкли, собственно, история, как наука, и в привычном учебном плане, это наука нового, новейшего времени, эпохи посвящения, то есть времен 18 века, для России в частности. И вот спрессованность истории, она в нашем сознании присутствует, просто на самом деле периоды растягиваются на большое время, и авторипатевской летописи Киевскую Русь заканчивает нашествие монголов, взятие батыем Киева, и он в конце летописи дает перечисление русских князей, суверенных, независимых, и пишет, что вот на падении Киева они заканчивают, и заканчивают Киевскую Русь. Собственно, после этого начинается в имперской истории Московье, но до нее еще ой как далеко, потому что сначала столица была во Владимире, и только потом перебралась в Москву, и только потом в Санкт-Петербург. Спасибо. Спасибо. И значит хочу поблагодарить коллегу нашего зрителя под ником Конста Калмыков, который поддержал наш стрим и сказал просто спасибо. Еще два человека, это Фома и тот же самый Конста Калмыков, перешли на уровень лаборант, и теперь они будут регулярно поддерживать канал Лаборатория Новочных Видео. Спасибо вам, дорогие друзья, и еще хочу сказать спасибо Юльке, или Юлке, которая также поддерживает стрим. И, наконец, Илья Гринчук задает вопрос. Когда впервые появилась идея о том, что монголы не имели отношения к нашествию в 13 веке? Ведь, например, немецкий автор Иоганн Дриммель еще в 18 веке писал о том, что татарами были русские, и они напали на Европу в 13 веке. Спасибо, любопытный вопрос. Я так глубоко не копал, сразу скажу. Собственно, активно сама идея, что монголы, не монголы, и они не нападали на Руси, на Европу, она в 90-е годы прошлого века стала как-то развиваться, во многом отталкиваясь от тех самых сомнений ученых, которые так или иначе их высказывали и описывали. Для 18 века и 17 я такие вещи допускаю, даже для 16, особенно любили ругать русских во время Ливонской войны, пугать Иваном Грозным, что любопытно, Иван Грозный и Алексей Тишайший в русской традиции антиподы описываются в западной литературе одинаковыми словами, как в почве Николая II. И естественно, что в 16-17 веке и в 18-м как легкая кавалерия в составе русских армии присутствовали и татары, и башки, и калмыки, которые монголоязычные и сейчас и были монголоязычными. И так вот описание русских татарами, оно вполне возможно, встретившись этой легкой кавалерии, никаких иных вариантов не могли предложить для объяснения, они еще и в 13-м веке на нас нападали. Тем более, что в 13-м веке после установления системы господства, системы Ига, фиксируются случаи, когда те же самые Галицко-Волынские князья, Лев Данилович, сын Даниила Галицкого, который считается у нас таким борцом с Ардынским Игом, вот Лев Данилович не гнушался попросить у Мингутимова или у Нагая конницы для того, чтобы разорить Польшу или Литву. Спасибо. Следующий вопрос задает Александр Кузнецов. Это что, говорит он, будут разбирать свою книгу, старую книгу Бушкова, в которой монголы не могли дойти до Руси, потому что к тому, как передние лошади Орды съели бы всю траву и задним лошадям Орды нечего было бы есть? Книгу Бушкова я листал, читать я ее не стал, потому что как бы жалко тратить на это время. Вопрос логичный и он, в общем-то, такой миф о том, что монгольская конница не могла дойти до Европы, потому что лошадям, да и людям не было бы просто чего-то есть, она возникла из трудов Ивана Николаевича Гумилева, который начал все это рассчитывать и пересчитывать. Действительно, возникают вопросы о том, как же все это происходило. И самое любопытное, есть четкое описание прохода Хулагу, основателя династии иранских монголов, прохода Хулагу который как раз на Магнаты шел три года, шел без боев, но не торопясь. Шел он, ну, часть он шел без боев по своей территории и этой территории, владетелем этой территории было приказано расчистить дороги и обеспечить провиант. А вот кто это не обеспечил, рассматривался как враг и ему отрубали голову, а его территория разорялась, у нас был чем-то кормить армию. И по всей видимости двумя десятилетиями раньше поход на Багдад это 1256 год, а падение Булгары 1236. Вот двумя десятилетиями раньше примерно так же по территории подвластным монголам двигалась армия Батыя. И еще один момент, который мы не учитываем, армия стягивалась со всей империи и двигалась не одновременно из Каракарума. А Баты как минимум кочевал на Иртыше, как максимум уже на Яйке. Войска Улуса Джучи уже стояли на границах и воевали с Полцем. Они уже воевали с Полцем. Улус Чагатай и Средняя Азия достаточно близко. И только дальневосточные полки Гуюка и Кадана шли из далекой Монголии шли вот эти там 3-5 лет и в общем-то не торопясь собирая провианс подвластных территорий. Спасибо большое. Далее будет длинный вопрос, который задает Тагир Куватов. К слову, да, о Каракаруме. Отрезание до Каракарума или, как пишет в монгольской транскрипции Харахорина, 8 тысяч километров по прямой. Если бы русские князья ездили бы с посольством до него на лошадях с обозами через реки Опь, Енисея, Иртыш и еще десятки других через сибирскую тайгу с ее сугробами и болотами, сколько времени понадобилось бы для пути туда и обратно? Тогда как такое путешествие в один конец у Марки Пола заняло 2 года. Русские князья успевали съездить туда и обратно за пару месяцев? Дольше просто нельзя, иначе власть на местах сменится. Такие вопросы вообще все. И с одной стороны как-то слишком долго, а с другой стороны как-то слишком быстро. Наших зрителей, видимо, не устраивает ни тот, ни другой вариант. Тагир, я вас приглашаю на исторический факультет Воронежского государственного университета. Если у вас есть высшее образование уже в магистратуру, будем с вами писать, а если у вас закончена магистратура, можно и в аспиратуру, будем с вами писать отдельную исследовательскую работу, поскольку я тоже задался этим вопросом, есть некоторые по этому поводу наработки. И на самом деле, читайте Селезнева, на самом деле идет некоторая географическая путаница, потому что русские князья в основном ездили к ханам Орды на Волгу. и не торопясь, они два месяца это делали. Если торопясь, скорыми гонцами или со скорыми гонцами, ну, за две недели один князь прискакал, чтобы заднять престол во Владимире. Ну, другой князь, правда, записали, что долго ехал, потому что снега выпали, это к вопросу с сибирских снегах. В Кракаруме действительно ездили полтора-два года. Тот же Александр Невский, который ездил в Кракарум, был у него такой эпизод, он полтора года, ну, вернее, летописи отмечают отъезд его и через полтора года возвращения. Ездили, правда, не через сибирские болота и снега, не совсем, а чуть южнее, собственно, через Хорез, по Шелковому пути, там, были налажены. Коммуникации это было проще, но, тем не менее, вопрос правильный и стоит один правильный мыслей. Спасибо большое. Ездочка на полтора года, не такая рабочая командировка. Такая командировка. Да, кстати, для Тагира есть продолжение, на чем работать. Я-то посчитал, сколько ездили. Главный вопрос, как они власть-то не теряли, как осуществлялась система управления, кого оставляли, как за этим следил тот же хан в Арде, прочая система, потому что действительно они приезжали и как будто ничего не менялось. Как была налажена система управления, когда можно без князя полтора года жить? Интересная тема. Много еще вопросов, на которые предстоит ответить. Причем отвечать нужно не просто фантазируя, как многие любят сочинять теории, а вот нужна какая-то основа для всего этого, которую можно получить в магистратуре на историческом факультете. к чему призываем наших дорогих зрителей, которые действительно всерьез интересуются подобными вопросами. И вот наш постоянный зритель Тимур Воронков в очередной раз серьезно поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Тимур. Спасибо. Рады вашему вниманию. И спрашивает, а какова была история религиозности в Монгольской империи и в Арде, как среди народа, так и среди аристократии? Каково было взаимодействие и взаимовлияние ордынской и русской религиозных традиций? Во как. Тоже сложный вопрос, с одной стороны. С другой стороны, простой. Чингисхан установил веротерпимость. И каждый хан это поддерживал. Потому что неважно, какому богу ты молишься, главное, чтобы ты был подданным хана и за его интересы воевал и служил. В этой связи всем конфессиям был зеленый свет при дворе того или ного хана. Но любопытно, или император Каганов Каракаруми, но любопытно, что фиксируются религиозные диспуты. То есть конкурировали уже конфессии, которые за благосклонность хана так или иначе боролись. И мы знаем, что в конечном итоге победила мусульманская община и орда стала мусульманской. В Монголии наоборот победил буддизм и монголы, меди, и север Китая, то, что было центром династии, монгольской династии, юань. они буддисты, и калмыки, которые в 16 веке перекочевали в Европу, они тоже буддисты. Но вот это действительно фиксируется. И собственно до принятия ислама узбекам русская церковь тоже надеялась на то, что орда будет крещена и победит православная церковь. Католики тоже на это надеялись. Причем ханы всем благоволили, всем обещали, но предпочтения отдавали, личные предпочтения у них были совершенно иные. И даже после принятия узбекам ислама веротерпимость сохранилась на территории орды. Соответственно в том же сарае были отдельные кварталы, в которых жили люди, соответствующие вероисповеданию и национальное принадлежность и они каким-то образом взаимодействовали между собой, взаимовлияли и допустим на ту же культуру я уже говорил, шапка Мономаха имеет явные восточные черты, уже доработанные на Руси в соответствии с русскими представлениями о вере, о Боге, украшенной крестом. соблюдения спасибо. И еще один вопрос от нашего постоянного зрителя от пирожка с ковидлом. Не вопрос. Вообще не вопрос. Поддержал нас и сказал, что на вопрос уже ответили. Как-то так. Читаем мысли наших постоянных зрителей. И тогда вопрос от Елены Востротиной. А где место реально существовавшей, судя по картам, Тартарии в современной истории? Тартария? Кто правил ею? Почему отсутствуют любые упоминания вообще принятой истории? Многострадарная Тартария? Да, да. Я и на ученые против миссов в 6 говорил и сейчас повторяю, была Тартария. И на карте была. И реально была. И это территория России степей России, включая Сибирь. В эту Тартарию западноевропейцы, которые ее рисовали, включали собственно татары качевые племена, которые в 17 веке были подчинены русскому царю, в частности Алексею Михайловичу. И управлял и русский царь Алексей Михайлович, и Россия, и все эти татары, которые нападали на Европу потом в 17 и 18 веке. О чем мы чуть раньше говорили, все это было, и это действительно Россия, все это так оно есть, и об этом говорят. Единственная проблема, что было в 17 веке, а мы все-таки разговариваем о веке 13. 400 лет разницы, ну, возьмите карту 30-летней давности мира, и вы удивитесь, как мир изменился за это время, если сравнивать карты современные, карты 30-летней давности, 50-летней давности, 70-летней давности, 100-летней давности, ну, а 400 лет – это такое огромное изменение геополитическое, географическое, что некорректно говорить о Тартарии, которая была в XVI-XVII-XVII веке и о оборде Джучел Мулуси, которые были в XIII-XIV. Это уже науке, географии. Спасибо. Я предлагаю сделать маленькую паузу, и мы с Виталием зачитаем ряд объявлений. Значит, во-первых, всех, благодарю всех, кто нас смотрит сейчас, но прошу вас обязательно поставить лайк этому стриму, потому что всегда нас смотрит гораздо больше людей, чем лайков почему-то у этого стрима. А ваши лайки помогают его продвигать в различных рейтингах Ютуба, и благодаря вашим лайкам этот стрим увидит больше людей, больше людей к нам сейчас подключится. следующее объявление, которое я хочу сделать, это обязательно поддержите этот стрим, кто еще этого не сделал, и для этого есть специальная ссылка, которая есть в описании видео, и эта же ссылка сейчас появится в чате, и если вы задаете вопросы с помощью этой ссылки, то они зачитываются вне очереди, а вопросов у нас уже несколько десятков в очереди, поэтому, если вы хотите успеть, задавайте ваши вопросы с помощью этой ссылки, а авторы лучших вопросов будут награждены красивыми футболками форума ученых против мифов, мы попросим Юрия после сегодняшнего эфира выбрать два лучших вопроса, хочу еще проанонсировать наши будущие эфиры. Георгий, а давай еще скажем о том, что у нас всегда можете нас поддержать при помощи патреона, и те люди, которые подписаны на проект anthropogenesis.ru на патреоне и на лаборатории научных видео, имеют возможность уже сейчас посмотреть одну из лекций, которые как раз Георгий сейчас проанонсирует, так что таким образом помогая нам, мы стараемся какие-то плюшки делать и для вас в том числе. Да, для ряда наших зрителей уже могут смотреть лекцию, которую мы публикуем только завтра. Это эпизод номер два форума «Ученые против мирфов-13». Замечательный лектор Евгений Рыболтовский, зоолог, ветеринар и специалист по амфибиям. А лекция его посвящена вампирам и различным животным кровососам. И называется она «Так ли страшны вампиры, каких животных кровососов стоит бояться». Завтра в 19.00 она будет опубликована в открытом доступе на канале Anthropogenes.ru. А в субботу 21.00 в 19.00 у нас опять же в формате постскриптум выступит еще один наш регулярный участник и спикер того же самого шестого форума «Ученые против мифов» Павел Колослицын. И он отвечать будет на вопросы, которые накопились после его не менее нашумевшего доклада «Всемирный потоп 200 лет назад. Запрещенная история или разрешенная безграмотность». Если вы помните этот доклад, то он был посвящен многострадальному культурному слою. Через неделю в среду 25 ноября у нас состоится постскриптум с кандидатом биологических наук Екатериной Умняковой, которая выступала на форуме «Ученые против мифов Z» с докладом на тему укрепления иммунитета. Тоже очень такая острая тема и в комментариях развернулась очень жаркая дискуссия, много вопросов, будет очень интересно. А еще об одном я скажу. Прямо сейчас на канале «Научная станция» это еще один наш канал, совместный проект лаборатории ночных видео антропогенез.ру. Продолжается трансляция, правда, сейчас ночь, и там можно разглядеть только небольшую мастерскую, которая находится в Кемерово. Мы продолжаем эксперимент по изготовлению диоритовой вазы. Ольга Вдовина старается, работает, не так давно она немного болела, сейчас вернулась в строй и работа продолжается, так что в течение будних дней можете спокойно смотреть за тем, как Ольга работает с таким интересным и довольно сложным материалом, как диорит. Спасибо. И на этом, я думаю, мы можем продолжить наш сегодняшний эфир. Виталий, прошу. Да. С большим удовольствием продолжаю. Ворчливый старик спрашивает. Очередной раз убедился, что все эти сенсационные опровержения ложь. Но! Одного никак не пойму. Зачем все это? Для чего опровергатели исторической науки пошли на такую дезинформацию? Только ради денег и славы или здесь что-то большее? тоже хороший вопрос. Действительно, ну, как бы вот побружали, побружали и успокоились. Но как-то вот издаются большими тиражами. Опять же, как я говорю, на лекциях по источниковедению студентам, если источник ошибается, значит, это кому-нибудь нужно. Здесь важный момент, который мы немного не осознаем за последние 25-30 лет, да и в советское время это началось упущение, как бы по умолчанию история была а, наукой, была важной наукой. Потом она превратилась в искусство, в развлечение. А между тем разрушение исторического сознания приводит к деградации личности. Ну, целостность сознания нарушается и личность начинает деградировать. Второе проблема, связанная с этой личностью, у нас общество состоит как раз из личностей и примеры для подражания мы берем из прошлого, из того самого исторического сознания. И по этим примерам мы, собственно, определяем, кто свой, а кто чужой. Соответственно, своим мы помогаем бескорыстно, а чужим мы, чем дальше от нас человек, тем больше мы выставим ценник или вовсе ни за какие деньги помогать им не будем, а то и будем враждовать. И в этом плане разрушение исторического сознания приводит к потере вот этого понимания свой-чужой, потере понимания, кому мы помогаем, кому мы помогаем бескорыстно, и, соответственно, к потере единства. Единства как целостности, как общественной, так и личности. И, соответственно, коль скоро вот эти вот мифологические построения находят поддержку, издаются книги большим тиражом. Меня никогда не издавали таким тиражом, как издавали Носовского и Фоменко. И, наверное, никогда не будут. И, наверное, Носовского и Фоменко знают все, а меня только специалисты. То есть, и это явно идет поддержка и навязывание, потому что, опять же, о них знают многие. Слава Богу, хотя бы Льва Николаевича Гумилева в противовесном знают тоже немало людей. Хотя к Льву Николаевичу тоже много вопросов. Поэтому, да, наверное, не только из-за денег и из-за славы, здесь можно искать следы диверсии, идеологической диверсии, психологической диверсии, осознанной или неосознанной осознанной или неосознанной действуют эти авторы. Сложно сказать, но явно, что их поднимают и поддерживают не случайно. Спасибо. На ответ. Следующий вопрос задает Андрей Корнеев, который спрашивает, под какими крупными городами найдены огромные кладбища монголоидов, погибших при штурме города монгольскими войсками, именно монголоидов. Или монголы были роботы из будущего и потерь не несли? несли потери. Есть свидетельства о том, что знатных конечно отправляли в Монголию. Вообще погребения монгольские кочевников и не только кочевников, простолюдинов это тоже отдельная тема исследования, потому что по всей видимости те могильники, которые мы находим это все-таки непростые люди, простых людей могли просто сложить во враги и оставить под открытым небом и следов могло не остаться. Но есть очень любопытное такое явление археологически найденное так называемое Золотаревское городище, такое любопытное археологический памятник времен монгольского нашествия. Это поле боя, на котором остались лежать останки противоборствующих сторон. Это большая загадка. Что их там поразило всех одновременно каким-то неизведанным коронавирусом или это была вот та самая битва до последнего, когда все погибли. Вот ни одна из сторон не хоронила своих. И любопытно, что одна из сторон это монголы. И они достаточно большое количество именно монголоидов. Там они фиксируются антропологически и по дальневосточным вещам, которые собственно там сохранились. Тоже такое интересное любопытное место, которое безгранично для исследований. Спасибо. Петрович Петрович поддерживает наш стрим. Спасибо вам, Петрович и Петрович. Существуют ли записи ордынских чиновников? Если есть, то о чем они? О чем писали? К сожалению, вот обширных таких записей не сохранилось. если брать узко ордынских чиновников, это практически нет. Есть ярлыки ордынских монгольских ханов, это тоже некая делопроизводственная документация, их писали чиновники со слов ханов. Это пожалования, это указы по всей, по своей сути. они вот имеют место быть. Имеет место быть замечательный труд персидского автора, он писал на персидском языке, который был визирем при дворе хулагуидов, это уже упоминавшийся сегодня Рашид Один, который в свой труд, который называется история, он внес многие делопроизводственные документы, которые в основном тоже это указы, росписи, регламентация, правовые моменты, которые он счел нужным включить в историческое повествование. Из вот этого набора так или иначе мы можем сделать вывод, что чиновники, как в общем-то и любая бюрократия, составляли делопроизводственную документацию скучную и не очень сохраняющуюся, когда пропадает актуальность. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос от человека, который подписался в Окне Буш. Это не вопрос, на самом деле. Он говорит, спасибо вам за лекцию, вы крутые. Так и написано. Спасибо вам огромное за поддержку. Так, и Анон задает следующий вопрос. В чем была сила и преимущество Орды, позволявшие ей распространить свое влияние на такую большую территорию? Есть у нас на это не пара недель, наверное, да? В качестве этого вопроса попробовать лаконично как-то. Ну, коротко, это жесткая дисциплина. Я уже упоминал, что бегущий с поля боя вырезался десяток. Страх, конечно, и соответственно оставались в живых те люди, которые могли, были смелыми, не бежали с поля боя и на этом поле боя побеждали. Они становились командующими и управляемость армии преимущество монгольской армии 13 века не в вооружении, не в многочисленности, а в управляемости. Вот это иерархия четкая, которая выстраивалась не только у монголов, но и у других государств и народов за счет более такой слабой дисциплины они проигрывали просто. Просто проигрывали. Потому что управляемость позволяла перебрасывать четко войска из места места устраивать отступления лживые, после чего наступать и вот эти вот вещи тактически стратегически воплощать в жизнь, чего не могли позволить даже довольно дисциплинированные темплиеры в Европе, но их было меньше, и все-таки рыцарская конница, даже начинавшая наступление колонны, распадается на поединке. Монголы действовали все-таки десятками, как минимум, сотнями, тысячами, то есть листичная система и дисциплинированность способствовала этому. Всем большое. Спасибо. Следующий вопрос задают Вилен или Вилен, не знаю, как правильно, и спасибо за поддержку. Когда западно-южные русские княжества попали в ВКЛ, продолжали ли они выплачивать дай? Тоже любопытное такое, но это уже научный миф, заложенный в советской историографии, с одной стороны еще Карамзиным, с другой стороны Фридрихом Энгельсом. Если Карл Маркс написал, что монгольская Ига иссушала душу народа и этот постулат стал основой советской историографии монгольской Иги, то Фридрих Энгельс где-то написал, что русские князья стремились под власть Литвы, которая освобождала их от зависимости от Орды. И многие исследователи советского времени долгое время об этом писали. Но надо сказать, что и в советское время, в частности Борис Николаевич Флорин, здравствующий до ныне, еще в далеком 1980-м году, к юбилею Куликовской битвы, отметил и проанализировал источники и выявил, что подчинение русских земель Литве не освобождало их как от оплаты дани, так и от дани кровью. Вот только литовские князи лично не ездили в Орду за ярлыками, посылали своих кельчеев, или ханы присылали своих уполномоченных послов. А так все четко сохранялось и никакого от Агдынского иго послабления литовская власть не давала. Так что все сохранялось вплоть до конца 14 века, до начала 15 Давидовта. Спасибо. Благодарим двух наших зрителей Адская пасть и Ангелину Кирсанову, которые нас поддерживают и благодарят. И спасибо вам. И зритель под ником Кастусь спрашивает. А русское слово Сарай сарказм по поводу Ордынских дворцов? И сразу второй вопрос. В составе армии Чингисхана были китайские инженеры. Оставались ли китайцы в Орде? Про Сарай это все-таки к филологам. Ну конечно я тоже задавался этим вопросом. Мне связи найти не удалось. прямых свидетельств такого сарказма нет. Возможно этот сарказм рождается в наших умах в 20-21 веке. Что касается китайских инженеров, то любопытный момент, что действительно они по всей видимости сопровождали войска Батыя вплоть до Венгрии. Известный случай я думаю с Козельском, когда город оказал упорное сопротивление и одним из факторов этого сопротивления было то, что совершили вылазку, уничтожили 4000 живой силы и стенобитные машины. И Батыя задержал осаду на 49 дней сопротивлялся Козельск и дольше сопротивлялся только Большой Киев 51 день. Ну как бы два дня большой роли не играет. Так вот по-видимому вот эти китайские инженеры были вырезаны и Батый больше не составлял стенобитых машин под Козельском а под Киевом они уже были пришли пришел новый контингент. Но после вот этих вот имперских больших походов и мероприятий Багдад брали тоже при помощи китайских инженеров и армянских между прочим. Вот свидетельств о том что монголы берут своими силами города нет. Есть тоже довольно известный эпизод когда русские князья берут северокавказский город Дедяков но берут его русские князья регулярные осады и штурмом то есть применяют свои тактические навыки а не китайских монгольских инженеров по всей видимости в арде они не сохранились по крайней мере следов китайского китайского пребывания в сарае вот именно инженерного плана не обнаружено ни археологически ни в письменных источниках. Спасибо Спасибо говорит Александр и мы говорим Александру тоже спасибо и Супер Ботич или Ботих спрашивает а как происходило завоевание монголами в Волжской Булгарии это был добровольный союз типа мило пообщались и сошлись или море крови вот не хотят ничего про это в чем проблема политика ну да история это политика опрокинутая в прошлое конечно это определенный инструмент и конечно большую роль играет степень приближения конечно Булгария я уже касался этого вопроса Булгария оказались союзниками половцев и порядка там 13 лет они сопротивлялись и любопытно что вот башкиры половцы булгары выстраивали оборону по крупным рекам что логично естественно рубеж им помогал и собственно к 1236 году таким рубежом стала Волга и зимний поход 1236 1237 года за год до падения Рязани Баты собственно имперские войска сосредоточились на границе Булгарии и зимний поход они зиму провели завоеванные земли собственно форсировать Волгу по льду зимой да еще там где стоят города где явно есть броды и мосты было много выгоднее тем более что взять фураж и корм и продукты на завоеванные территории это было обычным делом перезимовать на завоеванные территории собственно так же они поступили в двух зимних походах на Русь 37-38 40-го 41-го года в общем-то Булгария пала примерно как северо-восточная Русь в результате зимнего похода ну там был еще второй карательный поход чуть попозже 39-го года но в целом море крови есть в двух словах то спасибо так Кирилл Эль спрашивает вот аргумент альтернативщиков баты и Ярослав одно лицо потому что первое вместо баты на каком-то там важном совете присутствовал Ярослав и второе сын Ярослава являлся приемным сыном баты А в чем вопрос ну ладно Аргумент Собственно вот это тоже любопытный вопрос я вот все больше и больше задаюсь такими проблемами вопросами а как вот был сегодня вопрос кто первым то назвал что татары это русские кто первый то придумал откуда ноги растут у того или иного мифа здесь я собственно знаю это Лев Николаевич Гумилев который как-то не подумавши ляпнул что Сартак сын Батыя побратался с Александром в другом месте в научно-популярной работе он уже сказал что это означало что он приемный сын Батыя ну во-первых доказательств что они побратались нет это раз два это еще не означает что он приемный сын Батыя но эта история пошла гулять в сознание общественности и уже из этого из этих двух допущений довольно спорных рождается простой простой псевдологический вывод да что Батыя и Александр это одно лицо и коль скоро Сартак сын Батыя значит Александр сын Батыя значит Батыя это Ярослав и я опять же в той же лекции ученые против мифов 6 я говорил о том что есть Плана Карпини который ездил в далекий Каракарум и видел по отдельности Ярослава и Батыя в разных местах ну альтернативщики сомневаются в психическом здоровье Плана Карпини вот но у меня нет оснований в этом сомневаться по крайней мере римский папа Иннокентий Третий в этом не сомневался писал письма и Батыю и Александру и Ярославу для него это были разные люди и в этом плане конечно вот этот аргумент он рассыпается ну тут собственно либо мы спорим о такой входим в альтернативную реальность и спорим об этом либо мы все-таки возвращаемся к источникам то есть у историка есть показания источника если Плана Карпини пишут что это были разные люди значит мы должны признать что это разные люди тем более что это пишет не только кому как ты спасибо и Иван Павлов задает следующий вопрос что за персонаж я сютин свидетельствовавший о том что видел огромную монгольскую армию готовящуюся к западному походу есть у кого-нибудь ссылки чтобы посмотреть что за источник самый хороший простой вопрос самый короткий я готов выслать ссылку в сети его труд есть только он сюитин просто видимо когда лекцию читал с дикцией конечно есть определенные сложности восприятия звука поэтому здесь вопрос простой найти это в сети возможно спасибо пришел ссылку илья владимирович спрашивает какие были географические пути прихода монголов на русь и как повлияли монголы на развитие сибирских народов ну сибирскими народами сложный вопрос поскольку нет источников как таковых если для руси там польши армении есть летописи то для сибирских народов таких не сохранилось мы можем предполагать как это осуществлялось допустим по 16 веку когда пришел ермак и разогнал сибирских ханов то к нему пришли сибирские народы принесли исак и сказали ты теперь будешь нашим ханом он сказал не ханом будет Иван Грозный но исак забрал то есть какие-то были центры которые в которые стекались от подданных знаки повиновения как эти как это повиновение было установлено сложно сказать завоеванием или по договоренности такое тоже можем допускать сложно сказать таких свидетельств прямых нет пути движения монголов в основном это степные все-таки территории нынешнего Казахстана южнее оазисы Сырдарья-Мударьи собственно караванные пути Глюково-Шелково-Пути и традиционные степные места перекочевок тут же к той же Волжской Булгарии форсирование рек в на Бродах и на мостах и уже движение по известным дорогам разведка у монголов тоже действовала хорошо спасибо вот в продолжение вопроса опять человек под ником Кагито спрашивает про последствия нашествия монголов на народ Сибири и в частности например считают что предки Юкутов ушли в нынешнюю Юкутию от притеснений Чингисхана ну вот прямых доказательств нет там действительно есть определенные эпические произведения следы эпические что не все Якутия а часть предков она действительно туда была выдвинута откочевала но кочевание в тундре и леса тундре оно сильно отличается от кочевания в степи и вот напрямую это конечно связывает довольно сложно спасибо спасибо ирина Ершова задает следующий вопрос насколько реалистичны книги Василия Яна трилогия нашествия монголов и Дмитрия Балашова Святая Русь ваше отношение к этим авторам у меня к этим авторам сугубо положительное отношение мое знакомство с миром монголов начиналось с трилогии Яна наверное он в том числе заразил меня интересом к этому периоду конечно я читал цикл работ Дмитрия Балашова Государей Московской там не только Святая Русь там целый цикл последовательно описываемых событий касаемо литературных произведений здесь хотел бы обратить внимание любое художественное произведение оно имеет право на вымысел это первое второе любое художественное произведение да в общем-то любое произведение художественного особенности это тоже исторический источник который несет наиболее точную полную и достоверную информацию об авторе такого произведения и о времени когда оно написано трилогия Яна была написана в 30-е годы 20-го века когда были определенные представления о развитии общества вообще Кочевого в частности цикл работ Балашова писался в 80-е и 90-е годы там иначе все воспринималось и Дмитрий Балашов очень много взаимодействовал общался с Львовом Николаевичем Гумилевым и вот эта концепция пассионарности и евразийская концепция она сильно отразилась в его произведениях и в том и в другом случае вот указанные авторы они взвешенно относились к материалу и вписывали это в свое представление о прошлом вписывали в материалы исторических источников или исторические источники вписывали в свои концепции но художественным произведениям они хотели нам что-то сказать себе и о своем мире о 30-х годах 20-х века или о 80-х 90-х годах того же 20-х века это нет 13-м веке хотя опять же все это заразно спасибо спасибо Илья Владимирович спрашивает а что осталось в современной России от монгол-татар кроме поговорок про незваного гостя и по скребе любого русского по скребе Ну вот тут тоже сложные достаточно вопросы и он требует тоже комплексного исследования потому что на Руси осталось очень много другого такого евразийского восточного типа сообщества и общества которое называется Византия и требуется наверное исследование команд целых лабораторий которые бы нашли сходство византийской империи в Золотардынской империи и на Руси и выявили насколько они характерны для империи и вызрели самостоятельно или они заимствованы и тогда заимствованы от кого и откуда поэтому вот эти следы выявить довольно непросто тем более что независимость Руси обрела в конце 15 века сейчас 21 500-600 лет скоро будет по меркам вечности за это время много утрачено хотя конечно в языке осталась и казна и алтын и иные слова монгольские и в общем-то мы можем говорить определенной политической культуре которая была таки внесена все-таки монголами и внесена на Русь и прочими прочими моментами которые явно не проявляются и требуют довольно внимательного отношения и исследования спасибо пользователь с ником вино алта задает вот такой вопрос а как нам бороться с фальсификацией факта присутствия зависимости Руси от ига в кругу допустим коллег мудренно мудренно ну я тоже уже касался этого вопроса ну есть мир науки мир науки который основан на правилах логики на законах логики и это не только математика любая наука в том числе история и если коллеги круг коллег принимает эти правила то здесь довольно все просто я тоже об этом говорил у нас есть свидетели это как следствие до юриспруденции мы расследовали преступления мы берем свидетельства независимые показания свидетелей сравниваем между собой китайские армянские арабские персидские русские польские и у нас получается некая картина если же человек приверженец неформальной логики а это в основном альтернативщики пользуются именно ей то никаким образом его убедить невозможно поскольку либо вы апеллируете логикой либо неформальной логикой формальной логикой либо неформальной логикой либо вы по его правилам и тогда вы проиграете либо он признает логику формально здесь скорее вопрос к здравомыслию человека и круга этих коллег как в вопросе написано здесь хотелось бы еще тоже обратить внимание что есть еще сакральная история история которая основана на священном писании Коране или Библии и там свои правила и свой круг представлений свой доказательств и она тоже не коррелирует с логикой формальной часто с неформальной то есть как бы если вы ну коль скоро вы в вопросе обозначили этот круг как круг коллег то вы наверное говорите на одном языке вы сначала убедитесь что вы говорите на одном языке по одним правилам тогда уже можно по этим правилам вести дискуссию и основой доказательств спасибо темирлан амирали задает вопрос у меня вопрос в одной из вопрос в одной из вашей работ из ваших работ говорилось про 15 тем в суздельской земле и чем эти тьмы являлись туменами или удельными княжествами которых монголы так обозначили ну вот есть даже люди которые меня читали действительно есть работа в которых даже уже несколько работ в которых есть размышления на тему что же это за 15 тем собственно это упоминание о том что Ордынский хан не дает ярлык Дмитрию Ивановичу будущему Донскому поскольку он малолетний ребенок и передает суздельскому князю Андрею 15 тем в Владимирской суздельской земле Андрей отказался взял его младший брат Дмитрий но здесь сейчас это не суть важно что упоминается 15 тем а хронограф чуть позже другая летопись по 1399 годом упоминает 17 тем а черниговский князь оставляет в наследстве 12 тем что же это за тьмы такие ну собственно по всей видимости есть основания в сравнении с армянскими территориями китайскими собственно монгольской империи что вот это количество налогооблагаемых хозяйств как известно в летописи в Авреевской ранее написано в 1257 году на Руси была произведена перепись населения переписи хозяйств поскольку по доходу налог он платится с хозяйств и были назначены десятники сотники тысячки темники то есть были эти хозяйства объединены вот эти вот количественные единицы собственно 15 тем это получается 150 тысяч налогооблагаемых хозяйств с которых монгольскую армию должно было мобилизоваться один от 10 дворов то есть 15 тысяч осадников могли могли мобилизовать в порядке у вас слышно видно это у Георгия что-то могли мобилизовать должны были мобилизовать северо-восточные княжества Владимирской у вас черниговской соответственно до 12 тысяч собственно 120 тысяч хозяйств спасибо Георгий все в порядке со связью да я просто испугался вдруг у меня что-нибудь все в порядке продолжаем Ксения Диметрий Челест спрашивает где находилась столица Золотой Орды и какие археологические свидетельства о ней дошли до наших дней столица находилась в городе Сарай что уже тоже сегодня упоминалось переводится как дворец Сарай Бату изначально находился севернее современной Астрахани это нынешнее селитренное городище и там собственно обширный археологический панкик который ежегодно уже копается порядка до уже более 100 лет и к концу и краю этому не видно то есть есть обширное городище которое свидетельствует о его наличии севернее еще дальше Царевское городище южнее Волгограда это считается Сарай Берке чуть позже брат Баты перенес чуть севернее столицу ну собственно по большому счету это по левому берегу Волги большая агломерация городская которая была это одна по всей видимости один город одна столица и собственно на филологических данных там по этому поводу масса спасибо и мы говорим спасибо Евгению Трофимову который небольшой донат прислал и сказал с миру по нитке так и подымем популярную популяризацию научного знания и свергнем власти репсилоидов большое спасибо вам всем за вашу деятельность спасибо вам огромное за то что вы нас поддерживаете и смотрите наш стрим это всегда очень приятно следующий вопрос русский родной наверное так это считается насколько реален поход ушкуйников на столицу Золотой Орды и ее последующие разграбления есть ли к этому реальные подтверждения есть ли это марио подтверждения археологически фиксируются буйства разбойников по Волжскому пути насколько это те самые ушкуйники ну и потом в летописях как бы само по себе разграбление могло быть несколько преувеличено разграбив тох на берегу в общем-то разграбили но не весь город и это зафиксировано в условиях ослабления власти а походы ушкуйников были когда в Орде была великая заметня много власти или может быть даже без власти это вполне реально фиксируется разграбление сарая ушкуйниками уже в 1409 году но тогда их на Волге заблокировали севернее сарая и тоже там замечательный такой был боярин новгородский анфал на восточной Европе во многих местах отметился вот он попал в плен и походы ушкуйников были так скажем наказаны пресечены после этого они в источниках не фиксируются хотя не значит что их не было но в источниках они больше не фиксируются то есть более-менее устойчивая власть это пресекало в условиях ослабления могло быть спасибо большое так и еще один вопрос от Ксении Деметрия Селест Напишите кстати пожалуйста в чате как правильно вас называть вы наши регулярные зрители постоянно пишите вопросы у нас всегда есть сомнения в том как правильно вас величать в поселке Шестихино Рыбинского Рыбинского Ярославской области ходит легенда что около этого поселка нацепен корган где захоронены шесть ханов с несметными богатствами есть ли письменные источники об этом вам зачем конечно нет здесь легенды они всегда имеют под собой определенную почву вот ну как бы ханов с несметными богатствами не хранили как-то не особо это было принято хотя богатый доспех мог быть положен в могилу в том числе и доспех лошади по средневековому да и сейчас это довольно солидная стоимость вот но насчет несметных богатств это сложно часто меня спрашивают про золото мамая я в этом плане говорю что уже сказной бежал значит золото не было ну могло быть золото у мамая если он сказной бежал потому что было как бы серебряный стандарт ну а серебря мамая еще можно как-то поговорить вот а как-то вот чтобы его закапывали в могилы казну этого свидетельства нет но вот что касаемо Рыбинского Ярославского района Ростовско-Ярославского здесь тоже любопытный момент именно ростовские Ярославские князья они породнились с ордынскими ханами женились на дочерях хана и были потомкови Чингисхана по женской линии и в общем-то к ним могли приезжать в гости чингизиды которые могли умереть и их могли там похоронить ну шесть не знаю если смертными богатствами тоже сложно сказать ну и царевич ордынский Петр крещеный как Петр он племянник 2-3 Берте то есть такой солидный чингизид он тоже жил так сказать и работал в ростовском княжестве в том же регионе соответственно у него была свита был ростовский баскар то есть в принципе какие-то основы легенды есть но сомневаюсь что в Кулгане несметное богатство всем большое спасибо Джон Доу поддерживает стрим и спрашивает были ли у Руси шанс избежать иго и разбить монголов если бы князья действовали по-другому или силы неравны были в любом случае ну шансы наверное есть всегда и всегда есть выбор собственно выбор иго он состоял в том что по в общем-то законам сильного законам средневековья да и не только средневековья потерпевший поражение должен либо признать власть либо отстаивать его с оружием в руках собственно объединение русских князей накалки показало что с оружием в руках противостоять монголам невозможно собственно система управления система тактики ведения боя феодальная руси феодальной европы с отсутствием четкого управления дисциплины не могло противостоять монгольской машине того времени монгольская армия ни те же тамплиеры крестоносцы под ледницей ни венгерский король ни халиф багдадский никто не смог противостоять монгольской армии и чем еще показательная калка с одной стороны да она показывает что феодальная раздробленность и неуправляемость приводит к плачевным последствиям с другой стороны количество князей которых собрал киевский князь для похода в степь в разы превосходит то количество которое собрал киевский князь столетиям ранее в 1111 году для того же для такого же похода в степь только против половцы этот поход был успешный а вот с монголами не получилось поэтому поэтому как бы вот вряд ли не изменив систему ведения боя не поменяв тактику и стратегию вряд ли возможно было бы противостоять монголам можно было умереть с оружием в руках как сделал например Юрий Владимирский или там Князь Рязанский наверное победить в 13 веке это было невозможно ну и потом история не терпит слогательного наклонения спасибо спасибо Тимур Воронков опять мощно поддерживает наш стрим спасибо вам Тимур и спрашивает на каком языке говорили в Орде когда и как монгольский язык был заменен на тюркский и насколько близки или далеко далеки были в то время эти языки какая использовалась письменность и как осуществлялись первые контакты переводчиков готовили заранее или по факту ну и наверное там еще в разу 50 продолжений просто не поместились да много и довольно сложных вопросов на которые нет однозначных ответов но есть у нас чудесный путешественник плана Карпини который когда привез от римского папы грамоту и передал Батыю зафиксировал что грамота написана естественно латыни была переведена в канцелярии Батыя да была переведена с латыни была переведена на татарский язык то есть на монгольский на который говорил Батый на сарацинский видимо в тот момент арабский хотя в общем-то должен быть персидский но наверное все-таки арабский и на русский то есть при дворе Батыя в 1245 году когда Плана Карпини посещал Батыя дело производства велось на трех языках монгольском арабском и русском какой простой для конспирологов и мифотворцев вот как готовили переводчики откуда переводчик с латыни как долго он там был почему на эти три языка непонятно основным алфавитом так скажем делопроизводство в империи была уйгурница уйгурскими знаками уйгуры тоже качевники восточные уйгурскими знаками записывала здесь монгольский звук и монгольский язык насколько далек был тюркский наречий от монгольских сказать сложно но я не филолог не могу ответить на этот вопрос прямо но сравнивая наречия допустим славянские да болгарские польские русский язык 13 века с современным можно точно говорить что люди 13 века лучше понимали поляков и болгар чем мы сейчас понимаем поляков и болгар причем поляки отдаляются еще больше и больше довольно большой временной разрыв был между монгольскими и киурскими языками но они тоже близко родственные в общем-то сходные звуки там сходные понятия существовали в 13 веке наверное их было больше спасибо спасибо Андрей Андрей Пшеничнов задает вопрос и поддерживает стрим Андрей спасибо вам огромное за поддержку много ли завоеванные народы внесли генетического разнообразия в современных монголов и какой русский след в геноме монгольского народа ну тоже сложный вопрос с монгольским народом как мы уже говорили сегодня монголов то прибыло в восточную Европу и даже восточную Сибирь не так много и они были в общем-то поглощены ассимилированы тюркскими племенами для монголии такой коренной наверное корректнее говорить о китайском влиянии да конечно фиксируется русский русское подразделение в русский тюмен в охране ханов династии Юань но опять же женились они там на местных скорее всего и эта вот капля в море растворилась капля в китайском море растворилась давно и потеряна сложно ее выявить касаемо вот взаимодействия такого брачного фиксируется только 6 браков русских князей с орденскими знатными дамами так скажем даже с половцами фиксируется 10 браков больше то есть не навязывались такие вот отношения хотя в общем-то приветствовались и не разбранялись но здесь в брачных отношениях стоит жестким барьером религиозная разница которая по всей видимости все-таки с монголами была даже больше чем с половцами с половцами даже есть один эпизод когда вдова русского князя сбежала в степи и вышла замуж за половецкого князя башкова подобных с монголами не фиксируется явление ну 6 князей двое из которых оставили потомство это капля в море в общем-то свет вряд ли можно увидеть спасибо спасибо хочу напомнить нашим зрителям что вы можете поддерживать этот стрим как с помощью ссылки которая есть в описании и которая может появиться сейчас в чате так и с помощью патреона подписавшись на который вы будете поддерживать например лабораторию научных видео на канале которой мы сегодня выходим в эфир регулярно и позволите лаборатории в том числе существовать развиваться проводить эти стримы выпускать новые видео и так далее а я хочу еще раз проанонсировать наши ближайшие эфиры и наши ближайшие ролики завтра на канале антропогенез.ру на который обязательно подпишитесь если вы еще не подписаны выйдет второй эпизод форума ученые против мифов 13 где известный зоолог Евгений Рыбалтовский будет говорить о том каких кровососов стоит бояться может быть не вампиров а каких-то других завтра в 19.00 по московскому времени в субботу 21 ноября на канале лаборатория научных видео где вы сейчас находитесь в 19.00 состоится постскриптум то есть такой же формат как сегодня доклада всемирный потоп 200 лет назад от археолога Павла Колосницына а в среду 25 ноября на этом же канале на канале лаборатория научных видео по скриптум доклада сеанс дистанционного укрепления иммунитета закаливаемся и пьем витамины от Екатерины Умняковой этот доклад поверг в шок некоторых наших зрителей оказывается йогурты с бифидобактериями не укрепляют иммунитет а вообще являются просто обычным продуктом питания который многим нравится но на ваше здоровье никакого особого влияния не оказывает вот да зрители в шоке а по скриптум выйдет через неделю 25 ноября после сегодняшнего эфира мы попросим давай я я тоже поговорю естественно мы все вопросы которые сегодня были заданы в течение эфира передаем нашему гостю он выбирает из них два самых интересных взгляд и такие товарищи задавшие эти вопросы соответственно получают от нас замечательные футболки примерно такие какие сейчас какую сейчас вы можете наблюдать на Георгии он сидит такой красивый в футболке с ученой против миф-зет если не ошибаюсь эта футболочка вот ну и еще одна деталь о которой мы всегда говорим в конце наших прямых эфиров это если вам нравится общение в чате непосредственно в трансляции если вам нравится то что происходит вообще вся эта атмосфера прыгайте в наш уютный телеграм-чатик и мы там тоже с вами общаемся по крайней мере в первый там наверное и час и я и Георгий Александр периодически заходит Мариша наш редактор и модератор тоже мы все общаемся и таким образом продолжаем беседу сейчас в чате появится ссылочка заходите и в общем продолжаем общение в таком формате дальше после окончания этого стрима кстати говоря мы в этот чат приглашаем и наших спикеров которые там продолжают ну естественно в то время когда они могут себе это позволить отвечать на ваши вопросы и Юрия мы тоже пригласим если он телеграмом вообще пользуется то может быть он позволит себе туда заглянуть если будет время ответить на ваши вопросы да там добрая и очень интеллигентная доброжелательная аудитория так мы продолжим да у нас еще осталось ряд вопросов неотвеченных во первых наш зритель постоянный кукурузка задает вопрос а какие современные народы потомки ордынцев ну если брать опять же ордынцев как политоним то русские в общем-то тоже потомки ордынцев поскольку они были подданными ордынского хана естественно это крымские и ворские татары нагайцы казахи узбеки туркмены киргизы ну там правда более сложная политическая тоже была история но тем не менее они имеют отношение к золотой ордынке к монгольской империи если брать шире собственно из крупных перечислены все но если мы опять же рассматриваем орду как политоним и ордынцы как политоним собственно все кто были подчинены ордынскому хану в 13 веке это и болгары и сербы и даже византия в общем-то они тоже могут считаться потомкам ордынцев спасибо большое и Тимур Воронков продолжает поддерживать наши проекты и задает следующие вопросы каковы были роли и положения женщин в ордей и монгольской империи как у аристократии так и у простолюдинов как это положение менялось во времени ну собственно роль женщины она была такая вот непривычная для европейцев поскольку тоже это было основано на хозяйстве способе хозяйствования поскольку мужчина часто отправлялся реально за добычей на охоты на войну и так далее довольно далеко от кочевья все заботы ложились на хрупкие женские плечи она управляла домохозяйством и имела довольно важный голос в этом управлении домохозяйством и это распространялось в том числе и на управление государством ну с одной стороны все таки это муж не жена мы если смотрим описание ханских приемов хан сидит по левой руке от него всегда сидит ханша а с другой стороны посещая хана сначала навещаются эмиры и жены главная жена потом только хан и ордынские ханши монгольские ханши имели право издавать собственные акты указы распоряжения управления то есть у них была сфера ответственности которую они управляли и имели большие широкие права и фиксируется управление государством между царствием Туракина после смерти Гидея Гулькаймиш после смерти Гуюка в общем-то Баракчин наверное после смерти Батыя правда это по косвенным данным нет указаний но вот право на определенное управление в том числе на высшую власть они имели в общем-то довольно такое положение было интересным так скажем непривычное для христианского и мусульманского мира естественно с принятием ислама роль женщины менялась ну как бы в нашем представлении принижалась и загонялась более жестко в домашнее хозяйство и отстранялось от принятия решений естественно мировые религии на это влияли спасибо спасибо и спрашивает зритель под ником Везниковец который поддерживает нас спасибо большое почему при походе Батыя после падения от центральных городов княжества например Владимира небольшие города продолжали сопротивляться например Стародуб или Эрополч Залезский во Владимиро-Суздальской Руси Ну тут несколько причин главная причина наверное состоит как раз в том факторе что принцип свой-чужой здесь работал особенно остро кочевники были чужие кочевники монголы ну полосы были свои монголы были чужие они были совершенно чужие и они были не вписывались в христианскую картину мира не вписывались как раз как орудие божьего наказания и в рамках этого божьего наказания здесь нужно было смиренно принять бой смерть показать что ты защищаешь Руси себя веру свою но при этом идешь на смерть это такое мирозренческая причина по всей видимости другая причина это конечно то что в каждом городе находился князь либо на месте квоевода князя которому Юрий Владимирский в данном случае дал приказание держаться и приказа об отступлении не было мы с вами знаем что Юрий разделил попытался разделить как бы власть оставил столицу сыновьям оборонять а сам отступил за Волгу собирать войска что представление в общем-то русских князей не только в 13 веке должно было способствовать сохранению упала столица может быть князь выживет погиб князь может быть столицу стоял не то другое но городам было приказано держаться и они держались не было приказа сдаваться собственно смерть высшего командира не означает что надо не не выполнить приказ спасибо мы продолжали больше двух часов и нас смотрели более 700 человек до последней минуты Спасибо, Виталик. Спасибо, дорогие зрители. До встречи, получается, на нашем канале завтра. На Антопонимный ЗРУ. Зрители виртуально увидят нас завтра. А в субботу уже гораздо менее виртуально, хотя тоже виртуально. Но уже в прямом эфире. Все, спасибо всем. До свидания, друзья. До свидания, до встречи. Продолжение следует...